Наследник престола понимает, что не может нравиться всем, и относится к этому с иронией. В этот четверг принц Чарльз выступил на церемонии вручения награды принцессу Эс-Аворд в Сент-Джеймском дворце. Будущий король произнес речь, в которой поблагодарил спонсоров мероприятия, а также поделился историей жизни. Несколько лет назад принц Уэльский посещал один из магазинов Кэймэкс. «Я помню, что там собралась огромная толпа, которая только и ждала, когда же я наконец уйду», — рассказал принц Чарльз. В завершение своего рассказа принц иронично добавил, что такое происходит с ним постоянно. По мнению королевских экспертов, это был явный намек на то, что многие британцы не хотят видеть его на престоле. Еще в 1997 году принцесса Диана заявляла, что ее старший сын, принц Уильям, должен обойти Чарльза и стать следующим королем. Как показало недавнее исследование, более половины опрошенных подданных короны разделяют позицию леди Ди. Впрочем, выступление принца Чарльза не ограничилось завуалированными колкостями. Он также рассказал о том, как появилась премия принц Суэс. «В 1976 году я основал эту благотворительную организацию, чтобы улучшить жизнь обездоленных молодых людей. Я очень хорошо осознавал, с какими проблемами они сталкиваются», — поделился принц Уэльский. Прошли годы, и некоторые задачи изменились. Но основная миссия остается прежней дать людям уверенность в себе, чувство собственного достоинства и лучшие возможности. Принц Суэс поддерживает безработных в возрасте от 11 до 30 лет, а также тех, кто пытается учиться в школе и находится под угрозой исключения. Жена принца Гарри рискует своим именем. Меган Маркл снова подверглась жесткой критике за свои действия. На днях жена принца Гарри отправила официальное письмо Нэнси Пелоси, спикеру Палаты представителей Конгресса США, и Чарльзу Шумеру, старшему сенатору США от штата Нью-Йорк. В своем обращении к представителям демократической партии Меган представилась как герцогиня Сасекская. По сообщению Экспресс, Маркл рассказала политикам, которые занимаются вопросами финансового обеспечения матерей. Что ей и принцу Гарри очень тяжело после рождения Лилибет совмещать уход за детьми со своей трудовой деятельностью. Поскольку обычно члены королевской семьи не вмешиваются в политику. Поклонники монархии сочли использование герцогиней своего титула в письме, которое носит явный политический характер, крайне неуместным. Королевских поклонников задело то, что Сасекские пользуются в США привилегиями, от которых по сути сами же добровольно отказались. Почему она использует свой титул в Америке? Чтобы подчеркнуть политическую точку зрения. Герцогиня Сасекская вмешивается в политику и то и другое, звучит нелепо в Америке 2021 года и крайне неуместно для британской королевской семьи. «У меня бы не возникло вопросов к ее письму, если бы она не торговала своим титулом», — выразили свое возмущение интернет-пользователи в Твиттере. Герцог и герцогиня Сасекские продолжают использовать свои титулы после сложения с себя королевских полномочий. С прошлого года им запрещено использовать форму обращения Королевское Высочество. Несмотря на это Меган и Гарри используют королевские привилегии для реализации своих амбиций. Принцессе Шарлотте всего шесть лет, но когда она достаточно подрастет, она будет иметь доступ к королевской коллекции ювелирных изделий и возможность пользоваться ими. Однако у нее будет и личная шкатулка. И первое, что туда будет положено из семейных реликвий тиара Спенсеров — знаменитое ювелирное украшение, история которого восходит в XVIII столетию. Именно эта тиара стала частью свадебного наряда принцессы Дианы, бабушки Шарлотты. Это было самое значимое появление украшения на публике на свадьбе принца Чарльза и Дианы в 1981 году. С тех пор Диана неоднократно надевала эту тиару, участвуя в королевских мероприятиях. Тиара в настоящее время находится во владении младшего брата принцессы Дианы, Чарльза, девятого графа Спенсера, который живет в семейном поместье Велторпе. Как сообщают инсайдеры дворца, принц Уильям, который очень дружен со своим дядей Чарльзом Спенсером, уже имел разговор с родственником о том, чтобы часть украшения из коллекции принцессы Дианы перешла во владение его дочери, принцессы Шарлотты. Речь идет в том числе о тиаре Спенсеров. Инсайдеры утверждают, несмотря на то, что у графа Спенсера есть и собственные дочери, эта тиара по праву должна принадлежать старшей внучке его сестры Дианы. Вариант тиару Лилибет. Дочери Сассексов не рассматривается. Здесь речь не идет о какой-то семейной вражде. Драгоценность будет передана Шарлотте просто потому, что она старшая внучка Дианы. Разумеется, это произойдет лишь тогда, когда Шарлотта сможет носить тиары в принципе. В королевской семье и аристократических кругах Великобритании девушки впервые надевают тиару, выходя замуж. Незамужним тиары и прочие украшения такого рода не положены. Тем не менее, Шарлотта уже осведомлена о том, что когда-то она сможет владеть и носить драгоценную тиару своей бабушке Дианы. Как сообщили инсайдеры изданию Дейли Экспресс, у малышки Шарлотты голова кругом пошла от волнения, когда она узнала об этом. Лотти много знает о своей бабушке Диане. К тому же Диана одно из ее имен. Она видела фотографии Дианы в этой тиаре. У Шарлотты сейчас есть только игрушечные пластмассовые тиары и пышные платьица для игр в принцессу, она обожает такие игры с переодевалками и более чем осознает, что она и на самом деле принцесса. Не исключено, что когда-то в будущем Шарлотта, по примеру бабушки Дианы, наденет эту тиару в день своей свадьбы. Официальной оценки стоимости тиары Спенсеров не производилось, но специалисты утверждают, что с учетом ее исторической ценности, она может стоить сотни тысяч фунтов стерлингов. Британская королевская семья известна тем, что они разумно подходят к своему гардеробу. Им доступны любые марки одежды, в том числе любимый Меган Маркл тяжелый люкс, а также индивидуальный пошив как одежды, так и обуви. Тем не менее, несмотря на то королевские коллекции нарядов весьма обширны, принц Чарльз, например, не стесняется появляться на публике в пальто, которое приобрел 20 лет назад, а Кейт Миддлтон в платье от марки Зара за 16 фунтов стерлингов. Да и королева, несмотря на то, что каждый ее выход, эта демонстрация чаще всего нового наряда, если уж ее удобные. Привычные туфли погрызли ее же любимые корги, не стесняется отдать их в починку, а потом носить снова. Кстати, у принцев Гарри и Уильяма бывали и проколы с обувью, когда они демонстрировали фотографам и публике протершиеся подошвы ботинок. Ну не уследили, бывает, потом ремонтируют и носят дальше. Королевских детей нередко одевают в платьице и костюмчики их дяди и тетушек, которые они носили лет 20-30 тому назад, когда были малышами. А принцесса Беатрис, решив выйти замуж в прошлом году, с удовольствием надела на свадьбу платье своей бабушки, королевы Елизаветы II, которому уже лет 50 не меньше. В общем, к вещам королевская семья относится бережно. Да, они как селебрити высочайшего международного уровня должны выглядеть, но не злоупотребляют этим. К тому же стараются поддерживать отечественных производителей британцев от люксовых домов высокой моды Дамазмаркета. Церемония вручения премии «Эртшот-2021», которую учредил принц Уильям, сопровождалась рядом просьб к участникам. Одна из них – не покупать новые наряды. Экологичность так экологичность, не будем добавлять еще один наряд для галочки в гардеробах и мусора на свалках. Кстати, актриса Эмма Томпсон сказала журналистам, что для нее было огромным облегчением услышать, что ей не нужно покупать ничего нового, чтобы участвовать в церемонии. Кейт Миддлтон, чтобы участвовать в награждении, выбрала платье от Александра Маквин, в котором она впервые появилась во время королевского тура по Северной Америке 10 лет назад, в 2011 году. В этом изумительном пепельно-сиреневом платье на сей раз она поменяла только пояс. Королевские комментаторы и поклонники королевской семьи в голос хвалят Кейт и Уильяма. Вот что пишет по этому поводу издание Daily Express, ссылаясь на королевского корреспондента Натали Оливери. Мы впервые увидели это платье на герцогине Кембриджской 10 лет назад, когда принц Уильям и Кейт после своей свадьбы отправились в королевский тур в США. Они присутствовали на церемонии награждения в Лос-Анджелесе премии Бафта, и Кейт тогда надела именно это платье. Кейт часто появляется на публике в слегка переделанных нарядах, поэтому было приятно видеть, что она надела это платье, столь полюбившееся ее поклонникам еще раз. Что касается принца Уильяма, он выглядел щеголем в своем бархатном зеленом блейзере с черной водолазкой. Некоторые описывают его образ как образ злодея из фильмов о Джеймсе Бонде, а некоторые говорят, что он выглядит как агент 007 из 1960-х годов. По-настоящему стильная пара, идущая по зеленому ковру. К тому же отличный пример для всех. Премия Иртшот присуждает от 1 миллиона фунтов стерлингов каждому из пяти победителей за продвижение их инновационных решений в борьбе за сохранение окружающей среды. В течение последующих 10 лет между номинантами премии, таким образом будет распределено как минимум 50 миллионов фунтов стерлингов.